Всем привет! С вами Виктория Хилько и сегодня поделюсь своим заказиком по 10 каталогу. Снимаю, к сожалению, уже в конце действия этого каталога, потому что как только получила свой заказик, по нему мы сразу уехали отдыхать на море, а потом приехали, дождалась уже оставшихся своих продуктов и решила всё-всё в кучу вам показать и рассказать. Конечно же, некоторые продукты у меня успели за время отдыха даже закончиться, поэтому они в кадр не попадут, но немножечко вам о них расскажу, потому что на них стоит обратить внимание. Каталог ещё действует, ещё полнедельки, поэтому обязательно присмотритесь к нему тоже, очень много выгодных предложений. На прошлой неделе была у нас распродажа, и на этой распродаже я приобрела вот такой вот наборчик для ухода за кожей лица, серии Faberlic Expert. У меня такой же наборчик есть, я им активно пользуюсь, достаточно неплохой, и по стоимости, и по качеству, но этот наборчик пойдёт кому-то из моей структуре, моему самому трудолюбивому, скажем так, консультанту, поэтому у меня он должен быть не задерживаться. Но присмотритесь, потому что очень часто бывают распродажи, да даже в каталоге на него очень часто хорошие скидки идут, и по очень привлекательным ценам он выходит. Дальше, буду показывать всё разнобой, потому что прям целую кучу свалила. Отбеливающая зубная паста, которой я активно пользуюсь, не задержит фтора с мягкими отбеливающими компонентами и кислородным комплексом. Достаточно хорошая зубная паста, она такая голубеватенькая с синенькими вкраплениями, сейчас вам покажу. Я думаю, вам должно быть видно, что там есть такие штучки, но они ни в коем случае не царапают ни дёсна, ни зубы. Я так полагаю, что когда я начинаю чистить, они растворяются вместе с водой. Естественно, не для ежедневного использования, покупаем просто так периодами, когда пользуемся. Но что я вам хочу сказать, что вот эта серия Expert Farm, она у нас как бы аптечная такая, и вот именно эта зубная паста мне отбеливающая очень подходит, потому что другие из другой фирмы, допустим, я заказывала точно такую, не точно такую же, но отбеливающую зубную пасту, и после неё мне прям очень-очень сильно повышалась чувствительность зубов, прям покалывала всё. А здесь же всё очень даже нормально, ничего не чувствовать. Следующая, это новинка десятого каталога, это две зубные пасты. Хочу обратить ваше внимание, что они уже идут в большом объёме, 100 миллилитров. Кстати, когда получаешь вот такую баночку, то кажется, что даже здесь больше, чем 100 миллилитров, но что действительно упаковочка такая увесистая. Она идёт без коробочки, просто так, просто вот такая штучка, баночка эта, и это у нас нежная мята и свежая мята. Пользуемся мы активно сейчас свежей, нет, нежной мятой. Она такая нежно-зелёного цвета, сейчас я вам покажу. Вот такая нежно-зелёненькая она. Хорошо пенится, хорошо очищает, хорошо держит свежее дыхание. Большой объём, хорошая цена, поэтому как бы придраться я к ней не могу. Ну, зубная паста для ежедневного использования очень даже неплохая. Точно такая же свежая мята, но её мы ещё не открывали, поскольку очень много у нас есть открытых зубных паст. Дальше бальзам для стоп-гладкие пяточки. Его я покупаю очень-очень часто, поэтому в отзывах вы можете видеть. Пользуюсь им и я, и муж очень нам нравится. И не помню, по какой цене он шёл в 10-м каталоге, но точно знаю, что в 11-м каталоге на него очень-очень хорошая цена. Поэтому посмотрите, я уже полистала 11-й каталог. Кстати, про некоторые новиночки в моём следующем видео смотрите, из 11-го каталога. Дальше появилась у нас серия Витамания в 10-м каталоге. Она представлена двумя вариантами. Это киви и авокадо, и земляника и клюква. К сожалению, из земляники и клюквы, всё, что у меня было, оно закончилось. Хочу вам сказать, что там аромат остался больше земляничный, нежели клюквы. Мыло оно как карамелька, как и вот это. Гель для душа полностью, мне кажется, идентичен нашему земляничному из серии Beauty Cafe. А вот кремушек для рук, он, ну, такой, тоже, ну, немножко, может, там клюква чувствуется, но тоже не очень сильно. Единственное, что мне очень понравилось, там маски из этой серии витаминные, и, к сожалению, и авокадо, и клюква, вот эта с земляникой, у меня они уже закончились, и вам я сегодня не смогу показать. Но они недорогие и очень неплохого действия, присмотритесь точно так же. Так вот, то, что осталось, это жидкое мыло и крем для рук из серии авокадо и киви. Мыльца очень карамельная, именно эта мыльца мы с собой и брали, и еще земляничная. Земляничная ушла у нас очень-очень быстро, она ушла в первой баночке, и даже ушла в половинку вот такой баночки. Действительно карамельный аромат, дети сказали брать только это с собой, и ничего другого, поэтому быстро у нас разошли. Действительно детский карамельный аромат. Хорошо пенится, хорошо очищает руки, запах даже остается, но не очень надолго. Дальше, я очень боялась, что витаминный крем для рук, что земляника, что вот этот будет очень-очень сильно ароматизированный, так же, допустим, как мыло и гель для душа, поэтому я боялась, что не смогу им пользоваться. Но, на мое удивление, они оказались достаточно легкого аромата, почти там неуловимого, едва уловимого, ну и достаточно приятные и нежные. Сам кремик миленький, это крем именно витаминный, не увлажняющий, он так достаточно быстро впитывается, хорошо распределяется. Ручки так практически ничем не пахнут, так легкий-легкий ароматик, ну, на руках долго не держится этот аромат, естественно же, поскольку он и так еле уловимый. Плюс вся эта серия идет, не знаю, она называется витаминная, здесь и витамины А, Е и ПП. Поэтому присмотрите, это достаточно хорошая серия. А, телефон падает. Прошу прощения, мой телефон решил упасть. Так, что я хотела сказать про эту серию еще? А, хотела обратить ваше внимание на жидкое мыло, что в этой серии жидкое мыло идет по 200 мл, потому что могут быть вопросы возникать, потому что в бьюти-кафе там мыло идет 300 мл. Но гель для душа не поменял своего объема по 200 мл, они так и идут. Следующая вещь, опять же новинка, это вот такие ароматизаторы для белья. Успела я ухватить цитрусовый джаз и цветочный вальс. Вот буквально они мне только сегодня пришли, уже их распаковала. Но, хочу вам сказать, что аромат очень-очень резкий сразу, что из-за одной, что из-за второй, цитрусовый джаз пахнет цитрусом прям, ну я не могу сказать, что это именно, либо лимон, или апельсин, это что-то вот такое, наверное, вместе, но довольно приятно. Единственное, что я говорю, очень рисковатый по началу аромат. Когда выглядит рисовый, допустим, с рук он приятный, то я думаю, что буду его хранить вот так. Вот такая по объему упаковочка, здесь 8 грамм написано, сама же штучка этого выглядит вот так и занимает примерно вот столько упаковочки. Но пахнет довольно приятно, я думаю, что в шкафу будет достаточно неплохо держаться. Честно говоря, длительность действия до 30 дней с момента вскрытия упаковки здесь написано. Ну, будем видеть, пока вот прям по длительности не могу сказать, думаю, в пустых баночках вам расскажу про них. И цитрусовый, ой, цветочный вальс точно такой же. Такая же штучка, розовая упаковочка. Тоже, опять же, рисковатый аромат. Ну, не знаю, здесь, наверное, больше розы и пахнет, как по мне. Ну, может, не знаю, не розы, но смесь каких-то цветов. Как бы по мне приемлемый больше цитрусовая, но, тем не менее, это тоже достаточно приятный аромат. Ещё там есть лавандовое поле, вот его как раз-таки и не было, но очень я его хотела. Надеюсь, что когда-то уловлю. Ну, присмотритесь, потому что я таких вообще, если честно, давновато нигде не видела. Видела такие штучки пластмассовые прилепляются, которые к шкафу вот таких. Как-то мне не попадалось нигде. И цена довольно такая неплохая. Ну, я думаю, если даже на месяц, то это будет очень здорово. Следующая моя любимая туша, революционный объём. Она сейчас, я точно знаю, по бонусу за покупки идёт. По очень дешёвой цене. Подойдёт, мне кажется, любой привереде. Как на мои реснички. Мои реснички, вообще, не знаю, мне кажется, ужасные. Сами по себе они постоянно смотрят в разные стороны. Я бы не сказала, что они там сильно густые и сильно длинные. Поэтому для меня эта туша, она и удлиняет мои реснички, и объёмом придаёт, и пушистость такую, и как-то их более-менее ровненько распределяет, чтобы они ровненько были. Поэтому я влюбилась в эту тушь с первого взгляда. Сейчас в 10 каталоге она идёт на хорошие акции. Дальше. Бальзам для волос. Мой любимый блеск и шелковистость. Заказывала прям 2 баночки. Одну, опять же, брала на отдых и уже половину использовала. Поскольку этим бальзамом не только моё я волосы, но и моя дочка уже младше, старшая. Поэтому он у нас очень быстро расходится. Это мой любимый бальзам. И сейчас он там, вот точно помню, что по очень-очень хорошей цене идёт. Если шампунь вам не подойдёт, то обязательно попробуйте этот бальзам. Я думаю, вы не пожалеете. Следующая вещь. Это крем-сольцезащитный для детей. Почему я вам её взяла показать? Потому что я заказала таких 2 баночки. Одну вот прям заказывала давновато ещё, да, запасалась только ими. А вторую вот недавно. И, кстати, вторая у нас, конечно, практически не использовалась. Аромат здесь, конечно, не такой, не очень приятный. Он такой немножко желтоватенький по себе. Такой оттеночкой прям не белоснежный. Но он так распределяется, как бы он такой довольно плотной консистенции такой. И прям его надо хорошо втереть. Ну а как он защищает? Это, конечно, я не знаю, 10 ему с плюсом. С большим-большим. Потому что ни один мой ребёнок не обгорел ни разочку. Ничего. И, как бы, я очень-очень этому удовольна. Потому что, как бы, я очень за младшую свою дочку переживала. Как она перенесёт эти, да, ожоги солнечные, если вдруг что. А здесь прям целую неделю этот кремик нас защищал на ура. Плюс, ну, для нас крем мы не так часто пользовались, скажу я вам по секрету. Боялись, что я вообще белокожая. Я боялась, что если я нанесу этот крем, то вообще не загорю. А вот для лица, вот точно такой же крем солнцезащитный. По-моему, у меня SPF тоже 30 там стоит. И вот ему я тоже пою оты, потому что, как бы, я же думала, что не загорю так сильно. И первый день пошла, не намазавшись ничем. И у меня носик так хорошо обгорел. Ну, я прям пришла, а потом даже помазала им. И на утро ещё раз им помазала, и всё такое прямо выровнялось. И всё, и больше лицо у меня не сгорало. Поэтому в Аберлик Лето, если вы едете куда-то отдыхать, или просто загорать, или просто на дачу, или просто на море, или на озере, не знаю хоть куда, обязательно запаситесь вот этой серией. Тем более, опять же, по-моему, в 11 каталоге на неё хорошая распродажа. Обязательно возьмите, не пожалеете. Дальше. Мой любимый цитрусовый спрей. Освежитель. Для воздуха. Покупаю его всегда, постоянно. Это наши любимые освежители. Они безспиртовые, на воде. В принципе, их на очень долго хватает. И аромат достаточно, вот цитрусовый, как аромат у меня. Боже мой, тут у меня кусает. Держится. Цитрусовый в комнате довольно так долговатенько и держится. Опять же, хорошие на них цены идут. Следующее. Это вот такой вот освежающий гель для душа. Освежающий мятой и молочными протеинами. Боже мой, он пахнет прям как орбит сладкая мята. Я его обожаю, поэтому, конечно же, не могла его... На лето я его заказываю. Вот в прошлом летом, целое лето мы пропользовались. И вот этим... Боже мой, кто-то летает. Кто-то через окно залетел. Ужас. Я боюсь таких насекомых. В общем, каждое лето мы пользуемся, поэтому очень люблю его. Пахнет очень-очень вкусно. И, кстати, вышла в этой серии еще новиночка дезодоранты. Антиперспиранты. О них я вам расскажу в своем следующем видео про новиночки 11-го каталога. Поэтому обязательно посмотрите и присмотритесь. Ну, в общем, очень-очень люблю. Очень освежащий для лета, когда прям потеешь и хочется свежести, свежести. Дальше. По распродаже я взяла себе вот такой кондиционер для белья, потому что точно знаю, что в 10-м каталоге по выгодной цене его не купить. А вот в распродаже он был по достаточно привлекательной цене. Точно вам скажу, по-моему, 3,79 наших белорусских рублей. Поэтому я его и взяла себе. Это наш любимый кондиционер. Вы о нем уже наслышаны. И последнее, что из 10-го каталога я взяла. То, что я, по крайней мере, вспомнила это и принесла сюда. В общем, это вот такие два средства для мытья посуды. Они сейчас идут точно, я знаю, на акции. При покупке двух на них действует хорошая цена. Так вот, для себя я взяла лимон и мяту. И с яблоками, с биоинзинами. Как вы видите, все они идут от нуля плюс. То есть можно для малышей использовать мыть бутылочки, сосочки. Даже фрукты и овощи можно ими мыть. Поэтому мы очень их полюбили. И постоянно теперь ими пользуемся. И смотрите, они идут на акции, на хорошие акции. В общем, ко мне уже какая-то дуря в голову лезет. Солнышко вылезло в окошко, очень печет. И у меня уже все мысли быстрее на улицу, быстрее на улицу, быстрее на улицу. Но на этом все. Поэтому быстрее на улицу скоро и свершится. С дочками пойдем гулять. Пролистайте еще раз одиннадцатый, десятый каталог. Может быть, пролистайте и одиннадцатый каталог. Сравните цены и по более привлекательным ценам возьмите и приобретите что-нибудь себе. На этом все. Ссылочку для регистрации, для того, чтобы покупать продукцию компании Faberlic со скидкой 20% я оставлю ниже под видео. Листайте каталог. Если есть вопросы, обязательно спрашивайте. Всем большое спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.